Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю ароматам провокационным, ароматам шоковым, шокотерапия ароматами. Эту тему мне подсказала моя подписчица в инстаграм. Мне показалась эта тема очень интересной, необычной, в моем стиле. Что за такое? Такие ароматы. Но перед тем, как я расскажу о них, покажу, какие же ароматы я считаю провокационным и шокирующим. Я вам покажу мои линзы. Если вы еще не обратите внимание, у меня сегодня нетипичный для меня цвет глаз. Не мой родной голубой, а такой немножечко орехово-карий, золотистый. Мне прислали эти линзы на обзор, и я решила совместить сегодня провокационные ароматы и смену цвета глаз. А фирма называется Iris Beauty. Это фирма из Нью-Йорка, и у них огромный-огромный-огромный выбор разных контактных линз. Чем они мне понравились? Тем, что цвета не дикие, не там, знаете, вот кошачий глаз и так далее, что-то такое. Все очень спокойно, натуралистично выглядит. Ну, вот видите, мне очень нравится. Это перемена, но не такая, вот прям, знаете, вау, какая-то яркая. Их очень удобно надевать. Ну, буквально там за секунду я пум-пум, два глаза, все. Вот такая у них была упаковка. Каждая линза шла вот в такой вот штучке с жидкостью уже, и прилагается еще контейнер, в котором я храню эти линзы. Мой цвет называется Golden Brown. Очень приятный цвет. Я сначала хотела такой голубой-голубой-голубой. Ну, у меня и так мои глаза голубые. Каждая покупку сопровождает письмо вот такое. Здесь рассказывается об их компании, дается веб-сайт, Facebook, Instagram. В общем, все очень приятно, мило, душевно. Я под видео оставлю их веб-сайт и оставлю вам промо-код Аленка15, по которому вы можете получить скидку 15% на любые контактные линзы, которые вам понравятся. Так что, если хотите немножечко перемен, пожалуйста, проходите. Я очень довольна. Я сегодня их надела второй раз, специально для видео. Надевала их еще пару раз, просто гуляли мы. В общем, приятно-приятно, не ощущаешь их совершенно на глазах. Вот такой вот эффект. И давайте начнем. Ароматы. Ароматы провокационные, ароматы шоковые, ароматы, ну, такие, которые привлекают к себе внимание, которые, ну, знаете, если вы какое-то важное у вас мероприятие, вы хотите там как-то блеснуть, особенно как-то выделиться, ну, или еще какие-то варианты, то эти ароматы, я думаю, вам подойдут. Когда мы говорим провокационные ароматы, у меня, конечно же, сразу возникает образ агент-провокатор. Это, мне очень люблю этот бренд, очень люблю их ароматы. И вот два аромата из этой линейки для меня наиболее провокационные, наиболее шокирующие. Это, конечно же, классический агент-провокатор, и это, конечно же, ладжент. Этот более мрачный такой, готический. Этот, ну, более, может быть, женственный, специевый какой-то. Ну, и у того, и у того характер просто потрясающий. Потрясающий, ярчайшие представители, я не знаю, люкса. Сейчас они уже, по-моему, снимаются, к сожалению. Может быть, уже даже снялись с производства, уж не знаю почему. Поэтому, если увидите, успевайте брать, они прекрасны. Цена, качество просто потрясает. Они недорого стоят достаточно, но это, да, это тема. Когда я говорю провокационные ароматы, шокирующие ароматы, шокотерапии, я сразу представляю себе такую девушку, женщину, актрису. Например, если мы берем типаж Пенелопа Круз, или Сельма Хаек, или Софи Лорен. Ну, в общем, такие вот прям дивы. И вот эти вот ароматы, мне кажется, как нельзя лучше им бы подошли вот в какой-то такой роли обольстительной красавицы. Вот. Первая двойка. Это, конечно, агенты-провокаторы. Следующий шок-аромат, который лично для меня был шок-аромат и шокотерапия, который от любви до ненависти, как говорится, от ненависти до любви. Потому что, да, ароматы, которые яркие и шокируют порой окружающих, много людей их ненавидят и не любят, и всячески вообще не понимают, не приемлят. Ну и, конечно, у них много поклонников. Значит так, для меня этим ароматом шоковым в том году, в этом году, летом, в каком-то году, то случилась аура. Это, да, это вот был для меня шок в хорошем смысле. Мне аромат очень понравился. Но я знаю, что для многих шоком послужило именно то, что какая-то гадость, какое-то вообще что это такое, это фу-фу-фу. Ну, для меня этот аромат просто вот образец красоты, какой-то вот неземной, да, космический аромат. Аура до сих пор, когда я его наношу, он меня немножечко так удивляет. До сих пор. До сих пор, хотя он у меня уже очень давно, но до сих пор он меня не перестает радовать и как-то вот будоражить мое воображение. Следующий шок-аромат для меня был, это Дан Лепо от Луи Виттон. Когда он у меня только появился, я подумала, что не смогу это носить, но все познается как бы на практике. И я его нанесла, и это просто была головокружительная, романтическая прогулка. Первый раз в этом аромате. Он необычайно чувственный, необычайно яркий, шлейфовый. Его невозможно не заметить. И для меня он провокационный. Он вот где-то на грани. Здесь очень сильная нота кожи, но она как-то так обыграна какими-то цветочными, жасминовыми нотами. Плюс тут еще абрикос, который придает, ну, немножко сглаживает, придает какую-то немножко даже детскую нежность этому аромату. И вот эти вот сочетания, не побоюсь слова, брутальности и такой вот беззащитной нежности делают этот аромат для меня очень провокационным. Очень, очень. Кто еще не пробовал, попробуйте Дан Лепо. Для меня это вот самый-самый крутой из эксклюзивной линейки ароматов от Луи Виттона. Мне он очень нравится. Далее аромат, который для меня, да, который для меня провокационный, в какой-то мере шоковый, особенно при первом знакомстве с ним, это Иланг 49 от компании Лилабо. Или Лилабо, не знаю, как правильно говорить. Я в этом году попробовала все доступные мне ароматы от Лилабо. У меня есть набор всех пробников. Первая моя покупка Иланг. Иланг 49, который меня поразил, сразил. Сначала он мне показался необычайно необузданным, очень громким, шлейфовым, таким напористым, знаете. А плюс, он немного ретро, он какой-то столько тут всего, и пудровые ноты, и ланговые ноты, и пачули, и ирисы. Вообще громадная пирамида, потрясающее раскрытие, и головокружительный эффект для меня. Головокружительный, провокационный, немножко хулиганский такой он. Ну, это, вы знаете, у всех все индивидуально. Вот мое восприятие этого аромата, это вот что за такое праздник каждый день, безумство красок, песен, танцев. Ну, я уже писала в своем инстаграме, что это мое лето. Да, я ношу его вот просто с величайшим удовольствием. Видите, уже у меня сколько? Здесь 50 миллилитров. Потрясающе. Еще одним шоковым ароматом у компании Le Labo при моем затесте является роза, Rose 31, по-моему, или роза, ну, знаете, там у него роза одна. Тоже яркий, тоже такой, ну, не побоюсь этого слова, нахально-сексуальный аромат. Для меня, не знаю, очень провокационный. Хотела бы тоже его себе в коллекцию. И немного провокационный, но по-другому, пачули. Пачули необычайно красивый, необычайно странный аромат у компании Le Labo. Если кто-то еще не пробовал, обязательно попробуйте его именно на коже. Первые ноты, когда он раскрывается, он раскрывается каким-то копченым чаем, знаете, лапсан-сушенка или даже копченый сыр, вот бывает такой вот. Очень странная нота копчености идет. Но потом это какое-то вот дерево, какая-то томная такая вот терпкость, теплота. Бесподобные. Пачули от Le Labo это нечто. Для меня тоже немножечко был шок. Даже не немножечко, а немножечко. Для меня этот аромат, пачули от Le Labo был шок. Но не отказалась бы от них, заиметь их в своей коллекции. Далее, аромат от Фредерика Маля. Шок для меня, шок для окружающих. Когда я его ношу. Я не хочу сказать, что он очень провокационный. Нет, он именно обладает очень сильным характером и таким напором, знаете. Вот если вам нужно, ну, как побыть таким вот прям танком, что-то там сделать, вот срочно нужно как-то вот себя подбодрить, то этот аромат, мне кажется, подойдет для такого случая. Это Noir Epics, черные специи от Фредерик Маля и Мишель Рудницка. Мишель Рудницка, парфюмер. Он просто сносит вообще голову. Это порыв специй, порыв, конечно же, розы здесь прекрасная, маслянистая. Вот именно специевая. Он такой вот прям горький, терпкий. Как знаете, есть очень-очень острое что-то. Вот, например, я люблю очень чили, и иногда я заказываю очень острый чили. Там, ну, я не знаю, тайскую еду или вьетнамскую с чили. И вот, когда ты ешь что-то острое, тебе очень нравится, очень жгет все, но ты не можешь остановиться. И вот здесь то же самое. Такое ощущение, что вот он на острие каком-то, ножа, плавится вот этот острый дух. И вот этот аромат такой шоковый. Шоковый для меня и шоковый для окружающих. Когда я его ношу, некоторые даже что-то делают. Не хочу сказать, что он прям всем нравится. Мне нравится. Это самое главное. Но вот есть в нем какая-то такая нота шока, будем говорить. Очень круто. Следующий аромат. Очень, очень провокационный. Это Tom Ford Amber Absolute. Этот аромат, по-моему, уже снят с производства. Почему я его отнесла в эту категорию шоковых провокационных ароматов? Потому что для меня, если женщина носит этот аромат, если мужчина носит этот аромат, то это просто... Я вас люблю. Я вас люблю. Обожаю. Обожаю достаточно одного микро-пшика. Куда-нибудь вот сюда, вот желательно. Не сюда, потому что вы тогда вообще задохнетесь. И это бомба. Эта бомба, это пахнет все пространство, все помещение. Амбра такая, знаете, она смолистая, тягучая, янтарно-золотая. Такая вот прям вот, знаете, как помадка такая золотая, когда карамель вы варите. Вот она так. И вот здесь вот такая же золотистая амбра, теплая и в то же время немножечко так отталкивающая. Ну, в общем, такой с характером очень сильным аромат. Амбра Абсолют, Том Форд. Просто вот у меня два любимых аромата у Том Форда. Амбра Абсолют и Арабиан Вуд. И оба аромата этих сняты. К сожалению. Не знаю почему. Вот новая линейка Том Форд. Вот что сейчас он уже делает. Не знаю, как-то пока не было желания вот прям приобрести что-то сильно. Вот у меня есть два вот этих. Амбра и Арабиан Вуд. Все, мне пока больше не надо. Дальше аромат провокационный. Для меня 100% это China White от Носомата. Носомата, они все ароматы провокаторы. Это провокация уже во всем. В подаче, в пирамиде. Как, ну, если вы знаете автора ароматов, конечно, это прекрасный мужчина, художник. Под стать ему и ароматы. Ну, такой хулиган. Я не стала брать Нибраонду. Я не стала брать наркотик Винос. Для меня они вполне носибельные. Нету в них такого что-то провокационного из ряда вон выходящего. Для меня. Для меня провокация именно вот в этом аромате. Это China White от Носомата, космос, пудра и, я не знаю, что еще туда положили, аромат химозный, аромат на грани. Знаете, для меня он и приятный, и притягательный, и в то же время отталкивающий. Я не знаю, за счет чего это, но, безусловно, хороший. Вот мне он очень нравится, он мне нравится на моей коже, ношу крайне редко, потому что он реально шокирует и меня, и окружающих. Он не остается вообще незамеченным. Никогда, нигде, не прикидываю. То есть, вообще, вплоть до того, что я пришла, помню, выбирать себе тональный крем, была в этом аромате, и мальчик-визажист, который меня красил, абсолютно такой, неинтересующийся женщинами, он просто столько мне комплиментов наговорил, именно вот за аромат. Ну, это, безусловно, это очень интересно, это обязательно нужно пробовать на коже, это странно, химически, химически странно, космически прекрасно, бесподобно. Еще провокационный аромат, естественно, у нас амата, это Black Afghan, который у меня нет, которого у меня нет, я уже немножко это, ну, все впереди, наверное, когда-нибудь приобрету. Ну, я всему свое время, всему свое время, как говорится. Черный афганец – это, конечно, бомба. Это бомба, это сила, это нужно иметь железные нервы тоже, чтобы его, наверное, носить, потому что он, да. Новинку от Амата я еще не пробовала, верю, что она прекрасна. Следующий аромат, провокатор – это, конечно же, бесподобный Суперстишес от Фредерик Маль. Он просто, вот для меня это такое вот чувство, эмоции. Ну, вот знаете, провокация, она же может быть такой заувалированной, и она может быть очень открытой. Вот на Амата, например, бренда, там провокация, вот она, на виду, она вот просто вот вся раскрылась, берите меня, все, я ваша. Это вот активное, такая, ничем не прикрытое буйство, буйство такое, безумство. Здесь все очень тонко, утонченно, женственно, приглажено, в хорошем смысле этого слова, заувалировано, как, знаете, в хорошем итальянском фильме, вот у них были фильмы раньше, неуреализм, по-моему, называется, вот те еще там черно-белые фильмы, и вот там столько было чувственности, столько было провокации, но это было так все очень деликатно. И вот здесь, вот, мне кажется, тоже такой вот какой-то дух тех времен, потому что он для меня немного ретро, да, безусловно, в нем сочетается и ретро, и что-то очень-очень современное. Вот, не знаю, вот так как-то, мне всегда сложно про него говорить, потому что он для меня вот очень особенный аромат. И последний, заключительный аромат, наверное, вы уже знаете, о каком аромате я буду говорить, если это аромат провокации, аромат шок, ну, это, конечно, Portrait of a Lady. У меня вот такой 10-миллиметровый патрон, вот столько у меня осталось. Провокация, да, шок, да. Для меня аромат был вообще шок, когда моя реакция до него была шокирующей для меня самой, потому что ни один аромат, вот сколько я пробую все время, часто я хожу, там что-то пробую новое, ну, ни один аромат не производил на меня сразу же такого яркого впечатления, как произвел именно вот этот аромат Portrait of a Lady. Это аромат вот женщины, женщины с большой буквы, яркой, неумолимой в своей женственности, окрыленной, воздушной, аромат возносит, аромат просто вот вас держит, держит на уровне просто какого-то, какой-то богини. На этом все, все вот ароматы, которые я посчитала нужным внести вот в определение шокирующих и провокационных, я вам показала. Вот, ни дать, ни взять. Что-то пытаюсь вспомнить. Шанель для меня нет, не провокационный дом. И в Сен-Лоран тоже не очень. Диор нет. Вот для меня вот вся вот эта провокация, это должно быть что-то такое. Ну, это мое внутреннее чувство. Я показала вам именно вот те ароматы, которые считаю нужным. Все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Сумбурно немножко, немножко. Опять я повторила ароматы уже, которые показывала много раз, но не вижу в этом ничего зазорного. Пишите, пишите, какие ароматы для вас провокационные, какие ароматы для вас являются таким шоком. Были, когда вы их попробовали, понюхали, разносили. Мне будет очень интересно вас почитать. И не забывайте про промокод на линзы. Я оставлю это внизу под видео. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чау-чау. Пока. Пока.